Доброй недели, уважаемые друзья! Мы продолжаем наше видео про разработку СППН. Сегодня у нас очень важное видео про то, как мы будем создавать базу знаний по лекарствам. Итак, у нас сегодня видео номер семь. Мы изучаем свойства лекарственных средств. Эта тема относится к обучению системы, то есть мы все еще рассматриваем инженерию знаний. И у нас есть специальная база знаний по лекарственным средствам. Она состоит из пяти разделов. Пять очень важных разделов. Первое – это фармакокинетические свойства лекарственных средств. В обязательном порядке нужно рассмотреть как минимум пять свойств. Вот эти свойства. Кажущийся объем распределения, максимальная концентрация вещества в крови, в организме, время достижения максимальной концентрации, время полувыведения и биодоступность. Соответственно, эти свойства лекарственных средств доступны из справочников. Второй раздел – это противопоказания. У каждого лекарственного средства есть противопоказания. Соответственно, мы их тоже берем из описания лекарства. Это у нас перечень патологических состояний, при которых прием лекарственных средств недопустим. Третий раздел базы знаний – это побочные эффекты. Этот раздел, по сути, представляет собой пары вида номинования побочного эффекта и вероятность его проявления. Четвертый раздел – это лекарственные взаимодействия. Соответственно, это тоже пара типа, другое лекарственное средство, другое, и тип взаимодействия. И, возможно, пятый раздел – ставлю знак вопроса, потому что, возможно, этот раздел очень сложно будет собирать, но он очень важен. Это фармакогеномика. То есть, воздействие лекарственного средства на организм человека с учетом генетики этого человека. Ну и плюс, возможно, у нас будут другие свойства лекарственных средств, которые мы будем вносить не в первую очередь, а потом как-нибудь. Соответственно, их пять – это прием детьми, прием престарелыми, прием беременными. Это все важно, потому что метаболизм совершенно другой у этих групп населения, и в процессе работы системы могут быть изменения. И два других раздела – это печень и почки. Эти два органа используются для метаболизма и вывода экзогенных препаратов из организма, поэтому тоже очень важны. На этом все. И со следующей лекции, со следующего видео мы будем рассматривать уже алгоритмы для пользователя.